Они изменили ход югорской медицины. Произошло это 20 лет назад, 29 сентября 1998 года. В этот день в Сургуте была выполнена первая операция на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. Кардиохирургия в России тогда вообще, можно сказать, только набирала обороты. Более частыми они были в федеральных центрах, в миллионниках, а на местах, в небольших городках, пожалуй, казались фантастикой. Именно поэтому коллеги наших специалистов, услышав о планах начать проводить здесь вмешательства, только улыбались. Не обращая внимания на трудности, они это сделали. Эти 11 человек, Владимир Ярков, Андрей Улитин, Александр Шиленко, Сергей Пенигин, Сергей Мигунов, Игорь Петренко, Андрей Астанин, Ольга Приходько, Марина Яркова, Елена Волкова, Наталья Буткина, вписали свои имена в летописи югорского здравоохранения. Конечно, за два десятилетия кардиохирургия и ОКД шагнули очень далеко вперед. О достижениях и целях в следующем материале. Свыше 33 тысяч пациентов. Чуть более трех тысяч из них – это дети. Это количество прооперированных в ОКД за 20 лет существования в Сургуте кардиохирургической службы. Тысячи человек, которые вернулись к нормальной и привычной действительности, позабыв о жжении в груди, о дышке, темноте в глазах, перестав бояться за свою жизнь. Она сразу видно была, ну вот еще когда принимается, она задышала совсем по-другому. То есть как нормальные люди, спокойно дышит, ей дыши легче стало намного. Это сразу видно было у нас. Я просто радуюсь, что я смотрю на этот свет, что я жива. До смерти только дураки не боятся. Вот. И, конечно, я, честно сказать, не ожидала, что все пройдет вот так блестяще. Сказали, все будет хорошо. И сделали. За это им огромное большое спасибо. Спасибо всем врачам. Всем врачам, абсолютно всем. В этой больнице, не только, и вообще во всем Сургуте. За то, что они нам помогают каждый день, спасают десятки жизней. Это лишь некоторые отзывы пациентов ОКД. Представьте, сколько нужно эфирного времени, чтобы озвучить каждый. Ежегодно в окружном кардиодиспансере получают лечение больше пяти с половиной тысяч югорчан. Началось все в тяжелых, нестабильных, неопределенных девяностых с медсанчасти компании «Сургутнефтегаз». Это все началось с конца 93-го года, даже несколько раньше, в медсанчасти «Сургутнефтегаз», когда еще работал царство ему небесное Десяк Алексей Григорьевич. Они с Богдановым в составе медсанчасти сделали диагностический центр. Как подразделение Богданов оснастил этот центр за средства «Сургутнефтегаза». И это вот было зачатие этого самого ребенка. В 95-м окружной клиникодиагностический центр стал отдельным подразделением. Через два года на его базе появился центр по хирургическому лечению заболеваний сердца и сосудов. Располагался на арендованных площадях центральной районной больницы, вмещая 15 стационарных и две реанимационные койки. Планы по оперативному лечению пациентов с сердечно-сосудистой патологией, иначе как улыбку у коллег с большой земли не вызывали. Хирургия, да на пустыре, не может такого быть. Оказывается, может. Это Александр Шиленко, сердечно-сосудистый хирург ОКД. Он входил в состав той самой первой бригады из 11 человек, которая провела дебютное вмешательство на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения на сургутской земле. 29 сентября 1998 года. Когда перевели больного с реанимацией в отделение, когда начал он вставать и ходить, мы уже поняли, что всё потихоньку налаживается в нашей системе. И, конечно, дальше уже поток пациентов, которые тогда здесь было, большое количество больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы, мы начали работать. Первой операцией было плановое аортокоронарное шунтирование. Кстати, тот пациент и по сей день приходит в ОКД на обследование. Сегодня в активе сургутских кардиохирургов множество методов выполнения операций чуть ли не любой сложности. При инфаркте миокарда, нарушениях ритма сердца, врождённых пороках. Я убеждён, что этот центр ещё много-много-много лет будет эффективно, качественно работать, спасая человеческие жизни. Вообще сегодня этот центр, он играет главенствующую роль в решении такой важной проблемы, как борьба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Руководитель центра сегодня, Ирина Александровна Урванцева, она главный кардиолог Депздрава, и она моделирует как раз систему организации, маршрутизации пациентов, оказания медицинской помощи. Весь коллектив делает это очень надёжно, очень достойно. Больше 180 операций в последние годы в ОКД выполняются детям. Кстати, необходимость развития на месте именно помощи юным югорчанам с врождёнными пороками сердца продиктовала суровая реальность. Раньше пациенту приходилось отправляться в другие регионы России для спасения маленькой жизни. Сегодня в этом необходимости нет. Высококлассную и высокотехнологичную помощь окажут на месте. Это критические пороки сердца, которые требуют оказания медицинской помощи здесь и сейчас, в течение ближайшего времени. И просто нет возможности транспортировать этого пациента в федеральный центр, что очень много вопросов по согласованию. И поэтому у нас жизнь заставила заняться детской кардиохирургией. Нарушение ритма сердца – одни из самых опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Заключается критическое положение в том, что смерть может наступить в любой момент. Сегодня в ОКД закрывают потребность ЮГРЫ в таких вмешательствах на 80%. А срок госпитализации пациента вообще сократили до минимума благодаря и новым технологиям, и аппаратуре, и умениям специалистов. Пожелаю всем коллегам профессионального счастья и удовольствия. Пожелаю, чтобы пациенты, приходя за помощью в самых тяжелых ситуациях, и неотложных, и плановых, чтобы они уходили вылеченными, здоровыми, благодарными. И чтобы чувство верности профессии никого из коллег не покидало. Специалисты ОКД проводят множество профилактических проектов. Знаменитое красное платье, прекрасный возраст для юного поколения, кардиодесант медиков, который выезжает обследовать жителей отдаленных территорий не только Сургутского района, но и всего региона. Благодаря такой четкой стабильной работе врачам удалось снизить смертность от ишемической болезни сердца за последние 10 лет более чем на 23%. На такие цифры работает проект ЮГРАКОР. На передовой ОКД стоит и по части телемедицины. В первую очередь это скорость, то есть время определяется для многих пациентов. Особенно если они находятся в какой-то объемной ситуации, то в первую очередь это консультация онлайн, которая позволяет максимально быстро принять решение разными специалистами в разных учреждениях, которые могут находиться за 300-600 километров друг от друга. Ежедневно в ЮГРе регистрируется примерно 6 случаев инфаркта миокарда, но при этом показатель летальности от этой болезни в нашем регионе один из самых низких в стране. Останавливаться на достигнутом специалисты, конечно, не собираются. Тем более, установив высокую планку, необходимо и дальше ее поддерживать. Одним из следующих шагов станет трансплантация сердца. Врачи ОКД сегодня проходят обучение по этому направлению в ведущих клиниках России, оформляют необходимые документы. Должна эта помощь также выполняться, наверное, как выполняется сейчас анносаорта, коронарное шунтирование. Потому что вообще трансплантология – это одно из перспективных направлений развития медицины не только в России, но и в мире. И, конечно, мы этим вопросом будем заниматься. Сегодня в коллективе ОКД трудится больше тысячи человек. На вопрос, что объединяет всех вместе, отвечают однозначно – любовь к своей профессии. Самая важная возможность увидеть плоды своих трудов не только в тех пациентах, которые сейчас живы, здоровы, благодаря им, но и учеников, учеников их учеников. И чтобы они были уверены в том, что то, что они сделали 20 лет назад, не прошло даром. По статистике, сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает каждый шестой житель Югры. Такие данные двигают специалистами только вверх. ОКД намерены развивать реабилитацию, повышать качество и доступность медпомощи, а также непрерывно учиться самим. Плох тот доктор, который не хочет узнавать что-то новое, отмечают в клинике. В юбилей специалисты заложили капсулу с посланием будущему поколению, а может и самим себе. Прочитать письмо можно будет через 10 лет. Кстати, отмечают круглую дату специалисты на рабочих местах. Кто в поликлинике, кто у операционного стола, а кто у постели больного. У работы от сердца к сердцу нет ни выходных, ни праздников.